Театральная практика. Я не знаю, как это иначе определить. Ни теорию, ни сказать вам, читайте Станиславского или Немировича-Данченко, или узнавайте, что там Мерхольд делал. Нет, своя собственная практика. Когда она началась, эта практика? Опять же, если взять в систематизированном виде, то с Яна Каменского. Я не знаю, кто он был. Тогда его перемещения были многообразными, и границы все время менялись. Вроде бы чех, может быть, словенец, но он был первым, кто создал современную для нас школьную, подчеркиваю, школьную систему образования. Что было до этого? До этого образование было цеховое, по цехам. Цех церковных певчих, цех инструменталистов, далее смычковых инструментов, духовых инструментов, цех риториков. И вдруг возникает школьное, совместное обучение, тоже с недостатками. Но тогда это был громадный шаг вперед. Но коли это по классам, в современном для нас значении, первый класс, второй, третий, каждый раз возникает проблема, идущая к доисторическим временам. Ну, у трагландитов это называлось инициация, связанная с смертельно опасными заданиями, кроме того, с введением в мир взрослых через мир подростков. И первое, что он сделал, это разделил по классам, по годам разных инициаций. Он ушел от цеховой системы, и возникла действительно традиция, которая слишком во многом уже консервативна. И для этого требуется обращаться к истокам. Так вот, из первых акций, которые он предпринял, он объединил школьное обучение с театром. Обучение через театр. Когда это началось? В предыстории давно. В истории, может быть, XVI века, в большей мере XVII веке, в XVIII веке в виртуозном уже виде во многих странах, но одновременно с типизацией, столь свойственной классицизмом. Россия XVIII века, когда у нас возникает полупрофессиональный и профессиональный театр. Когда именно, ну, по большому счету, при Петре, а в полной мере, да, в большей мере при Анне Иоанновне, в полной мере при Екатерине. Тогда же возникает типизация в области поэзии. И вот, если я спрошу, кто гениальный поэт в русском XVII веке, вы назовете Ломоносова, Третьяковского, поэта-драматурга Сумарокова. А я к ним прибавлю и раньше, чем их назову, Василия Ивановича Майкова, родившегося в 1728 году. В 1772 году одновременно две оперы возникли. Почти одновременно. Первая опера Попова «Анюта». Она была поставлена в 1772 году, в августе. А в 1772 году, в мае, почему в мае? Потому что это была опера в исполнении смолянками, то есть воспитанницами смольного монастыря. Их учили по-тамянскому. И Майков для них написал оперу «Любовник колдун». Три сестры, старшая, средняя и младшая, и их наставница родная тетушка. Мать умерла. Живут в удаленном имении, и только четыре женщины. У них единственный есть постоянный гость, почему-то к ним приходят. А почему они его охотно принимают? Потому что у него, как положено, фан-визинская фамилия. Миловидов. Все четверо у него влюблены. А он влюблен в какую-то. И вот ему нужно выяснить. Поэтому он превращается в ярмарочного шута, идет на ярмарку и представляется колдуном-гадальщиком. Он хороший актер. И его тогда присылают в это имение. Приглашают, чтобы узнать, как сложится их судьба. А он может выяснить, как к нему относятся младшие из дочек. Это опера-энциклопедия стиховедения. Там вводятся все виды стиховых размеров во многих видах стопности. Они поют на эти стихи. Они должны это знать. Они сдают экзамены по стихам. И если они прошли в это через оперу, это я к Каминскому веду, то, вы знаете, они уже на всю жизнь это запомнят. Начинается это стелье трех сестер, к которым присоединяется также их тетушка. Осталось потом квартетом. На голос одной из народных песен печального характера. И так их квартет ступительный. Он называется хор. Потому что по возможности в институте благородных делей к ним могут присоединиться и кто-то другой, как служанки. И тогда поют все вместе. Как трава увянет в поле, Лист, когда желтеть начнет, Нет в полях веселье боли, В рожьих утешенья нет. Так мы стражним и горчимся, Так не чувствуем у тех, С тем, Когда мы разлучимся, Кто для нас миляет всех. И обратите внимание, что это почти уже Карамзинская эпоха, Это почти девятнадцатый век, По стилю. И вот так есть все виды стихосложений И все виды стихосложений. Более того, Когда к ним приходит волшебник, То есть это сам мелодит, Но функция волшебники. Это одностопный размер по ударности. Он волшебник, Он из того мира, Из мира параллельного, Из мира будущего, Или прошедшего, Или из мира смерти. Затк ты на ней ем в немля, Раступися ты, земля, Вышли черных мне бесов, Слушай таинственных слов, Станьте бесы предо мной, Невидимы здесь. Обратите внимание, Если вы посмотрите Дон Жоанна Моцарта, Когда появляется Каменный гость в финале, Какими длительностью он поет, Целыми и половинками. Он поет безразмерно, С ударением на каждый слог, Потому что он оттуда. Он их напугал, А потом остается один. И ему самому страшно. И вот его тот единственный размер, Который до этого не употреблялся, А написал. В этой странной одежде Я не тот, что был прежде. Вид и голос сокрою Под густой бородою, Стражду мучусь и тлею, Только узнать не умею, Счастлив я И несчастье в тою, Кем целый год страстен. Все меня здесь ласкают, Взрос меня не спускают, Только в лизе лишь снова Все отвечают сурово. А вот снова обращаюсь, Как волшебник к этой компании. Кто своей не скажет, Тайны мысли скроет, У того от грусти Сердце все изноет, Будет ползать тот Змеёю под кустами, Или покроется Корою и листами. И так далее. Обратите внимание, Здесь каждый раз что-то другое. Здесь возникают мысли, Не только скроет и зноет, Кустами, листами, Рифмы в конце, Но и промежуточные рифмы, Землею, корою, А потом кустами с вами, На кого глаза в селе Я не скину, Узнаю всех мыслей Наших павлотин. И вот такова была энциклопедия, Такой был метод обучения.